всем привет друзья вы на канале воин я как обычно собрал для вас самые свежие новости из мира бокса всем приятного просмотра погнали бой хосе рамиреса и хосе пидраса отложен с 5 февраля на начало марта из-за положительного теста на к виду пидрасы бой который станет первым для рамиреса в статусе экс-чемпиона пройдет 4 марта отмечается что другие события вечера бокса топ ренка именно поединке турман барриус и варга смит должны состояться назначенную дату французский супер тяжеловес тони йоко получил приглашение провести бой за звание претендента на титул айбеф с филиппом роговичем йоко должен будет принять решение в течение трех дней 15 января француз должен был провести бой против мартина бокале но событие было отменено ранее от поединка с хорватом уже отказались луис ортис и джозеф паркер джерланта дэвис принял решение остаться в легком весе сообщает дабл би н теперь дабл би и должна санкционировать поединок между дэвисом и абсолютным чемпионом джорджем камбососом отметим что камбосос не хотел видеть своим следующим соперником американца так как его перформанс последнем бою не впечатлил австралийца джордж склонялся к сражению чемпионом wbc дэвином хэйни а также рассматривал бой с василием ломаченко или райаном гарсии канат ислам планировал вернуться на ринг 21 января в план сити штат флорида в бою против джимми келли как передает организатор шоу промоутерская компания pro boxing promotions связи с очередной вспышкой заболеваемости данный вечер бокса будет перенесена 25 февраля место пройдения судя по всему останется прежним повторный бой за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе между джермалом чарла и брайаном кастаньо планируется на 12 или 19 марта в хюстоне ранее он планировался на 26 февраля журналист майкл дэйли уверен что геннадий головкин все еще является явным гегемоном своей весовой категории средний вес остается одним из наиболее конкурентных дивизионов в боксе потому что в нем смешаны как молодые так и опытные чемпионы геннадий головкин по-прежнему остается лучшим в среднем весе благодаря своей силе и ринг айкью трипл жи стал чемпионом средней категории в августе 2010 года и до сих пор находится на решении дивизиона в этом году головкин сразится с риотом уратой если головкин заполучит этот бой он сможет доказать что он по-прежнему является лучшим средневесом в мире головкина запомнит как одно из самых свирепых панчеров истории бокса трипл жи все еще наносит тяжелые удары которые могут остановить любого средневеса прямо на их пути а на этом у меня все друзья большое спасибо за просмотр поддержите это видео своим бойцовским лайком пишите в комментариях что думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока а